В драматическом театре имени Станиславского премьера. Спектакль Александра Галибина «Братья Че» – вклад труппы в программу Международного театрального фестиваля имени Чехова. Пьеса Елены Греминой рассказывает о юных годах будущего классика и посвящена непростым взаимоотношениям в его семье. Документальной основой послужила переписка Чехова со своими близкими – отцом, сестрой Марии, братьями Александром и Николаем. На сцене развешено белье, и за него, как и за ширмы, появляется Антон Павлович. Еще не в Пенсне. Молодой, неизвестный. Вот так, сквозь призму быта, авторы спектакля решили посмотреть на семью Чеховых. Антон, надо платить за братья. Ну почему я должен напоминать? Миша, надо пять рублей за стол и квартиру. Ване нужно шить пелье, и новые сапоги нужны. Антон содержал всю семью. На его плечах были все братья – отец, мать и племянники, в том числе, которых он очень сильно любил. Талантливый художник Николай и два подающих надежды писателя – Антона и Александр. Одному из них суждено стать великим Антоном Павловичем, а двое других – во всех энциклопедиях на века, лишь братья Чехова. Почему так? Ключевой вопрос для создателей спектакля. Вот почему человек смог сделать вот этот шаг, который не смогли сделать его братья. Там же вся семья была очень талантливая, очень яркая. Удивительно, наверное, то, что человек смог воспользоваться своим дарованием, да, и тем, как он смог работать с собой. Чехов для актера Станислава Рединского – первая главная роль в театре имени Станиславского. Он пришел в труппы в прошлом году из Линкома. Уже тогда худрук Александр Галебин точно знал, кто будет играть Антона Павловича. Мне чаще бывает весело, чем грустно. Хотя, если думаться, я связан по рукам ногам. На 80% пьеса основана на реальных документах семейной переписки Чеховых, которые авторы спектакля превратили в классическую историю роста и становления характера. Когда он говорит о том, что вот он по капле выдавливал из себя раба, она, наверное, воспринимается буквально, потому что его дед был крепостным, как известно. И у него практически один шаг до крепостного права. Его дед выкупил всю семью. В пьесе Лены Гриминой все, как у самого Чехова. Вроде бы идет простая человеческая жизнь. Братья пьют, спорят, играют в лото. Казалось бы, ничего серьезного. Но в то же время в этой суете, между веревками с бельем, решается судьба. Мария Федорова, Кирилл Пальмовский, Служба информации, Телеканал Культура.